привет друзья я саша добро пожаловать на мой канал сегодня будем делать очень вкусные мини пироги мини пай пирожулечки такие с ягодой кстати можно использовать любую в том числе и замороженную а можно использовать фрукты опять же в том числе и замороженные в общем как всегда огромный простор для ваших экспериментов тем более что лето к этим экспериментом полностью располагает и ягод и фруктов сейчас предостаточно как всегда следите за руками поехали для теста нам понадобятся только желтки поэтому сразу отделяем белки от желтков белки в одну емкость аккуратно желтки в другую белки просто накрываем пленкой и убираем пока в холодильник они нам пригодятся для какого-нибудь другого рецепта и также заранее нарезаем сливочное масло мелкими кубиками нарезаем и пока убираем в холодильник масло до последнего должно быть хорошо охлаждено берем большую чашу для смешивания засыпаем туда муку добавляем сахарную пудру или можно использовать мелкий сахар туда же цедру лимона как всегда берем только самую верхнюю желтую часть обязательно щепотку соли для баланса вкуса хорошенько все перемешиваем добавляю кубики охлажденного сливочного масла и с помощью пальчиков перетирая все это превращаем в крупную однородную крошку не раз уже говорил и скажу еще раз все это конечно можно сделать с помощью кухонного процессора если тяжело работать пальчиками или ножом или вилкой все это превратить в крошку мне нравится работать пальчиками ну во-первых мне нравится руками работать с тестом а во-вторых улучшая мелкую моторику вот такая должна получиться крупная рассыпчатая крошка получив крошку добавляем в чашу желтки предварительно немного их разбив венчиком туда же добавляем немного очень холодной прям вот ледяной воды и немного ванильного экстракта чтобы сделать тесто еще более ароматным и вкусным и смешиваем все это превращая тесто долго ничего не мурыжим не мучаем тесто фактически как только все собралось вместе в такой комок теста достаточно липкий еще готова собираем тесто в такой шар колобок приплющиваем хорошенько оборачиваем пленкой и убираем в холодильник на часов полтора как видите тесто готовится буквально на раз-два тыц-пыц и готово теперь остается дождаться когда она охладиться и можно будет работать дальше когда тесто отдохнет охладиться сразу разогреваем духовку до 190 градусов цельсия 300 700 375 фаренгейта прежде чем приступать к раскатке теста подготовим ягоды у меня здесь голубика замороженная голубика кто-то знает ее черника в общем блюберика у меня здесь и мне кажется что с замороженной блюберикой получается очень очень вкусно но как я уже сказал вы можете легко использовать любые ягоды любые фрукты свежие замороженные как вам больше нравится ну и что у вас там найдется под рукой ягоды заранее я не размораживаю добавляю к ней немного кукурузного крахмала и немного коричневого сахара хорошенько перемешиваем и отставляю пока сторонку от охлажденного теста отрезаю примерно две трети треть пока снова пленку и в холодильник большую часть помещаю между двумя листами бумаги для выпечки разминаю немного руками и с помощью скалки раскатываю до толщины где-то миллиметра три ничего мукой я дополнительно не присыпал никуда муку не добавлял просто тесто и скалка ну и два листа бумаги для выпечки далее необходимо форма для выпечки кексов маффинов если у вашей формы проблемы с антипригарностью ну смажьте немного маслом и кондитерское кольцо с помощью которого вырезаем тесто чтобы заполнить им формочку для кекса стараемся тщательно и равномерно распределять форму распределять тесто внутри формочки прокладывая и дно и бортики и немного оставлять сверху такой небольшой запас процессе тесто можно немного растягивать она достаточно эластичная и податливая после того как хорошо отдохнула помощью кольца меньшего диаметра можно убрать излишки теста и немного все подровнять делаем все достаточно быстро но аккуратно стараюсь тесто не рвать обрезки собираем вместе снова накрываем бумагой еще разок раскатываем и получаем тесто еще для пары формочек как видите я заполнил только 6 формочек из 12 6 нам вполне на двоих достаточно если вдруг хотите больше ну там пропорционально увеличиваете количество теста и заполняйте все да и количество начинки тоже придется увеличить разок ягоды перемешиваем с сахаром и крахмалом и заполняю начинкой формочки деля ее соответственно на шесть частей в идеале все формочки должны быть заполнены практически под завязку ну плюс-минус теперь беру вторую часть теста треть оставшуюся также складываю ее между двух листов бумаги разминаю и раскатываю и с помощью кольца меньшего диаметра вырезаю верхушки для моих мини пирогов мини паев вырезаем и накрываю сверху при необходимости немного подтягивая чтобы совместить тесто основы с тестом сверху вилкой проходимся по краям по окружности чтобы склеить слои теста вместе еще лучше зафиксировать зубочисткой или шпажкой или той же вилкой делаем сверху три-четыре дырочки на каждом мини паи сверху смазываем тонким слоем молока или сливок посыпаем коричневым сахаром чтобы получить такую хрустящую сахарно-карамельную корочку и в духовку в уже разогретую духовку выпекаться мини паи будут минут 18-20 следите они должны подрумяниться должны пропечься но ни в коем случае не должны подгореть поэтому вы идите смотрите какая румяная и ароматная красота пахнет просто невозможно вкусно причем пахнет везде ванилью лимоном запечеными ягодами просто сумасшествие какое-то буквально на пару минут еще оставляем в форме затем аккуратно вынимаем и оставляем остывать до теплого состояния до теплого не обязательно полностью давайте остыть потому что и в теплом виде это очень вкусно в общем даем подостыть на какой-нибудь решетке пахнут пахнут просто божественно такие румяные такие красивые такие ароматные и такие аппетитные мини паи мини пирожулечки и такая сахарно-карамельная корочка сверху у них как же это вкусно идеальное тесто идеальная основа на как хрустящая с нотками лимона ванили сверху как я сказал это сахарная корочка и много-много ягодные начинки хороши такие мини пирожулечки и в слегка теплом виде и в остывшем и в холодном можно если в слегка теплом виде с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками можно и просто так это уже невероятно вкусно пора звать дегустационное бюро лёша и мне пирожулечку вы посмотрите какое чудо корочка хрустящая невероятно вкусное тесто а начинка и как-то все так прям пирог только маленький поэтому надо два может три мне срочно надо и ну ладно и всем срочно надо очень-очень вкусно порционно чудесное великолепие список всех ингредиентов вы знаете где найти вот там в описании под видео не забывайте пожалуйста ставить лайки пишите комментарии впечатлениями делитесь идеи подкидывайте и подписывайтесь на канал если этого еще не сделали всем желаю отличного летнего дня до скорой новой встречи пока пока а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok